Крупнокалиберный переполох Ну всё, всё, хороший малый Ты только больше не бегай так за мной А то никакой дыхалки не хватит Я всё-таки пережил 2020 Если ты понимаешь, о чём я Так Ага Последние несколько месяцев Это будет твой дом Последний месяц Это будет твой дом Или как там, блин Не помню точно Короче, всё вы помните Фильм с Брэдом Питом В фильме Ярость Там был танк Шерман Четвёртого поколения У нас сегодня в программе Танк Т-72Б Самый массовый танк Своего поколения в мире Только до 92-го года Их выпустили больше 20-ти тысяч От этой машины ведут свой род Многие более современные виды техники Включая и Т-90 Разработка Т-72 была начата в конце 60-х годов Как удешевлённого танка на случай мобилизации Схема танка с передним расположением отделения управления Боевым отделением в средней части корпуса И моторно-трансмиссионным отделением в корме Экипаж состоит из трёх человек Механик-водитель, командир и наводчик и пират Заряжающего нет Вместо него круговой автомат заряжения 22 выстрела находятся в автомате Ещё 22 загружены отдельно Поэтому первую половину боекомплекта Танк может выпустить со скоростью 8 выстрелов в минуту Конечно же, все модели танка имеют оборудование для самоокапывания Подводные езды при преодолении рек по дну при глубине до 5 метров Защиту от оружия массового поражения Проще говоря, фильтрацию воздуха и повышенное давление внутри Ладно, парни Давайте на чистоту Немного стрёмно оказаться в танке В заглушенном со всех сторон За драйными люками Потому что здесь Но ты не чувствуешь себя за рулём БМВ Потому что ты чувствуешь себя в танке Где ты стеснён стенками, бронёй Внизу под тобой лежит 44 снаряда 125 миллиметров Огромная пушка Которая, когда начнёт тут всё работать, ходить и так далее Я думаю, что можно нехило прокиснуть на тему мужества Потому что действительно здесь чувствуешь себя прям крайне неуепно Не то чтобы я отговариваю вас идти в танковые войска Я хочу сказать, что будь вы килограмм на 10 помощнее меня Потолще Вы сюда, наверное, не залезьте На вооружении танка Т-72Б стоит 1А40 Прицел, у которого есть несколько вот таких вот окуляров Первый для прямого управления стрельбой Ну, имеется его для его визуального обнаружения Второй для управления ракетной Да, танк Т-72Б способен стрелять ракетами из спусковой установки И в этот вот окуляр вы сможете видеть, как летит ракета и попадает в цель Вот это прибор ночного видения Сейчас шторка закрыта, потому что в дневное время её не рекомендуется открывать Можно спалить матрицу Да, а ночью в неё всё охрененно видно Для загрузки боекомплекта вот этот тумблер мы переводим в режим загрузки Здесь ещё мы должны нажать из автоматически вручную загрузку Здесь должен загореться вот такой вот значок Нажимаем вот эту кнопку и у нас выйдет кассета Вот здесь вот И пушка опустится максимально вниз, а казённик поднимется вверх Выйдет кассета и начнётся загрузка БК вручную У – это управляемая ракета О – это осколочная Прицел перешёл в режим осколочных Потому что каждый вид боеприпасов видит по-разному И прицел должен перенастроиться Бронебоечка И кумулятивный Это маховик опускания пушки Казённик поднимается вверх Вот он здесь и поднимается Три вида тумблеров, которые включают разные функции башни Вот этот, собственно, её привод по горизонтали Это стабилизация по вертикали А это измерение дальности в движении То есть, когда башня сама крутится в сторону цели Звук я вам скажу так себе Такое ощущение, как будто мы взлетаем А мы ведь ещё даже не поехали Управление башней происходит Её наводка, собственно, при помощи вот такой вот чебурашки Включаем привод и будем управлять башней На чебурашке есть четыре кнопки Как на PlayStation практически Если мы нажимаем на правую часть передней кнопки Пальцем большим То у нас в прицеле появится дальномер То есть мы сможем измерять И левой кнопкой отменять целеуказатель дальномера Указательные пальцы у меня на чебурашке Лежат ещё там две кнопки Правая управляет огнём непосредственно самой пушки А левая управление ПКТ Пулемётом калашниковым и танковым Если чебурашка отказала, то у вас есть два вида приводов дублирующих То есть вот этот вот привод башни по горизонтали Это по вертикали И здесь есть любопытный момент Вот тут вот эта штука сдвигается Если на неё нажимать, то вы будете стрелять из пушки Бам! А вот здесь вот, вот здесь кнопочка Это управление ПКТ Пулемётом калашниковым и танковым Вот эта лапка Как такой маслёнок Последняя возможность нажимать на кнопку спуска Спусковой установки Вот это штуковина управления связью внутри А вот эта штука переговорная фиговина Нажимаешь на неё и говоришь Танкисты обеспечивают прорыв вражеской обороны И даже минутные ошибки с влажных действиях С другими родами войск для них недопустимы Во времена создания этой 72-ки хорошими военными часами Считались механические командирские Сейчас настоящие военные модели часов изменились У меня современные часы трейзер Которые не просто позволяют всегда знать точное время Но имеют самоактивирующуюся тритеевую подсветку Естественно, корпус противоударный Выдерживает погружение под водой Батарея гарантированно работает в любых условиях Вы только вдумайтесь Больше 15 лет Кстати, эти часы проверяют и на магнитной совместимости А значит, с одной стороны они будут наводить помехи на ваши приборы навигации С другой не начнут врать, когда вы работаете в магнитном поле Отличные часы для военного применения А также для экстремальных видов спорта и отдыха Ссылочка в описании А мне пора заняться делом В башне командира все не так радужно, как я себе представлял Здесь поменьше тумблеров, но задачи здесь тоже непростые Вот эта вот башня крутится вручную К сожалению И если через экран вашего ютуба вам кажется, что это легко Вы глубоко ошибаетесь Нужно быть неохрененным качком, чтобы вертеть эту башню Это прибор наблюдения Используется и в ночное время тоже То есть здесь есть прибор ночного видения Ночной визор Все здесь регулируется Вот эти штуки крутятся Разводятся для глаз Если ваши глаза очень близко Соответственно И если у вас зрение не очень Здесь тоже окуляры эти регулируются Вот здесь есть две кнопки, которые позволяют вам указывать цель То есть целеуказатели И в какой-то момент, если вы указали цель То башня этого Т-72Б может повернуться сама автоматически И наводчику останется только нажать выстрел Но если с наводчиком что-то случилось И он не способен производить выстрелы Вы можете принять управление на себя Во всяком случае Вот здесь стоит система управления заряжением Вот эта штуковина Рация В общем в нее командир сообщает По рации, что ему хочется вам сообщить Радостные новости или не очень Вот эта коробка управления связью командира Здесь он может переключиться на внешнюю связь Или внутреннюю То есть разговаривать внутри танка Или переключиться на связь с другими танками Здесь блоки управления радиостанцией И командир, конечно же, может управлять ПКТ В ручном режиме, в механическом режиме Пулемет Калашникова-Танковый Приводится в действие вот таким вот образом Вот этот флажок убирается вперед И нажимается спуск Третье место Место механика-водителя Или отделение управления В общем, я вам скажу, тоже Не люкс-апартаменты Чтобы включить массу Нам нужно залезть вот в эту вот панельку Температура двигателя Охлаждающая жидкость Топливный датчик Спидометр Тахометр Амперметр Давление в двигателе Давление в бортовых А масса включается вот здесь Рычаги управления, как в тракторе Левый рычаг управления Правый Сцепление Тормоз Скорость Все как на машине А это коробка Переключения передач Танк Т-72 Танк Т-72 был неплохо бронирован Для своего времени Но с появления противотанковых Управляемых ракет И массу у гранатометов Получило и динамическую защиту Грубо говоря, в этих жестяных коробочках Находится взрывчатое вещество Которое в разные стороны Взрывается при попадании Кумулятивной строи И он ее рассеивает Рассеивает кумулятивную струю В башне танка Т-72Б Находится пулемет Калашникова Танковый Вот его дуло И он практически полностью закрыт Самой башней То бишь Спарринг с пушкой Ну а если вы хотите Произвести неизгладимые впечатления На свою девушку Есть один вариант Командиру для этого Придется вылезти наружу Вот таким вот образом Не очень удобным И приложить свои руки Вот сюда Зенитная установка В данном случае НСВ «Утес» Стреляет 12,7 Стрелять крайне сложно Я не знаю Ни одного В общем-то Удачного способа Его применения Против авиации Ну в общем Называется Мол Зенитная установка Сзади танка Кстати Я вам не рекомендую Стоять В 10 метрах И знаете почему Потому что тут есть Вот такой вот лючок Который внешне выглядит Так как будто бы Не открывался целую вечность Но После выстрела Он будет открываться И оттуда Вылетит не птичка Оттуда вылетит часть гильзы Потому что часть гильзы Сгорит Так вот Эта вот гильза Говорят по некоторым данным Вылетала И малообразованным солдатам Раскалывала Каски На голове Представляете Что может быть с головой Если ты не в каске Лучше если ты в танке Система выброса Гранат Туча Вот они здесь Выбрасывают равномерно И это позволит танку Выйти из зоны обстрела Вот это должно быть Противокумулятивная решетка 12-цилиндровый V-образный Двигатель 840 лошадиных сил Максимальная скорость 70 км в час Это тоже 2-5 км в час Двигатель 3-5 км в час 1-觸Ts 2-5 км в час 4-5 км в час 6-9 км в час Все, как в вашем любимом автомобиле Нейтралка, тормоз, скорость Задний ход и все такое Плавно поворачивать здесь не очень получается Потому что сначала поворачиваешь, потом едешь Первый вид снаряда, которым мы сегодня воспользуемся, кумулятивный 23 килограмма у него вес Выглядит он вот таким вот образом Нелегко это, знаете ли? Вот этот пороховой заряд достается он каким-то вот таким вот образом О да Почти как с гранатой Достается вот так вот ЧК, можно сказать Убирается вбок Конструкция и все Вот эта штуковина достается каким-то вот таким вот образом Может ее выбить просто Ммм, капсуль Удобно Так, тубус Прикиньте Пахнет шоколадом Серьезно, не шучу Шоколадом пахнет Так, посмотрим Реально пахнет шоколадом Тут примерно похожая ситуация Но вес здесь 33 килограмма Это осколочно-фугасный снаряд Вот эти штуки убираются И вот эта тяжеленная хреновина Отсюда достается Да Тяжеленькая увесистая штуковина Главное ножичком не ковырять Ну и вот этот вот тубус Такой, знаете Как Колонна Стоит Мраморные, знаете Такие колонны Здесь он в снаряженном уже Так скажем Формате Это лом 6,5 килограмм Весит Да, в общем-то Тут ничего и не надо знать Больше Кроме как Вот этот просто Реально лом В простонародье Но если по научному То это подкалиберный Бронебойный снаряд Да Погодка сегодня на полигоне Как обычно Весьма ветреная Такая, что, знаете ли Хрен коптер поднимешь Но коптер сегодня с нами Это значит, картиночка будет хорошей Да, друзья У нас сегодня Железобетонные перекрытия Плиты вот такие Маленькие фашистики Все как вы любите И мешки с песком Все это Представит пробить танку Т-72 Да Всегда было интересно Что будет С этими мешками Мешки Это ведь с песком Или с земелькой Тут наковыряли Вот эти вот фашисты А это ведь основное укрепление Такое быстрое Форфикационное сооружение Так что будет Если Т-72Б Ударит сюда 125-миллиметровым снарядом Субтитры создавал DimaTorzok Что за е*** Ага за е*** Осколочно-фугасный Снарядник прилетел сюда И вот что он натворил Угодил в нижнюю часть В разные стороны Разбросало Летело в сторону камеры И не долетело Но мешки раскидало И в общем Наверное Если находиться внизу Большие шансы Потому что У фашистов Которые здесь Запрятались Переломаны ноги Автоматик В общем Хотя вот это Попадание в голову Ладно С этим фашистом Все понятно Фашистом Откопаем еще одного Фашика Посмотрим Повезло ли Нет Друзья Без вариантов Это голова Ну все Тут копаться Незачем Здесь по-моему Братская могила Фашистующей армии Вермахт В эту плиту Мы сейчас будем стрелять Кумулятивным снарядом И самое время Нажать на спусковой крючок Там кстати говорят Резиночка такая К ней нужно прислоняться Очень сильно Я этого не знал Поэтому Хорошо что я везунчик Иначе у меня был бы разбит нос Танк 72 Разносит в щепки плиту Делает в ней огромную дыру И все внутренности Этой плиты Вон они Где-то метров На 200 Раскиданы вперед Тут я вижу осколки Только не могу понять Я стрелял кумулятивом Но я вижу здесь много осколков В общем не так много Чтобы считать Что я перепутал боеприпас Нет конечно же Это скорее всего Осколки от попадания Осколочно-фугасным снарядом 125 в мешке Потому что он тут рядом Я вижу что в эту сторону Идет траектория Но что с фашистом Этот фашист Уцелел Потому что удар Пришелся прям посередине С этим фашистом Недоделанно Блин То же самое Прямо в самый центр плиты Я попал И вот здесь я вижу тоже Много мелких таких осколков Вот таких вот Они тут есть В общем Есть и крупные и мелкие Ну что ж друзья Судить вам самим Использовать это как пособие Делиться этим видео или нет Ставить лайки Комментарии Конечно нужно Потому что у нас еще Две плиты и три плиты Субтитры сделал DimaTorzok Осколочно-фугасный 125-миллиметровый на скорости 700 метров в секунду Врезается в эту стену Разбивает полностью первую часть плиты И от нее не остается ничего, кроме некоторых арматурин Которые выглядят, в общем, тоже очень невнушительно В труху первая часть плиты, и вторая тоже в труху Проламывает так, что если бы это был дом, то его просто пролетел бы снаряд полностью, насквозь Посмотрите, какой, блин, все-таки везучий этот фашист, а? Прикрылся такой снизу, гаденыш И живой себе Ну вот тут вот точно очевидна работа лома подкалиберного бронеборка Проходит она с той стороны, и с этой стороны, и с трех разных сторон В общем, замечательно проходит У него, кстати, видите, даже немножко какие-то как будто осколки Хотя нет, это, наверное, куски вот этого вот Вот этого бетона Сюда они врезались И, кстати, некоторые прям сквозные почти Коптер, кстати, зараза, сломался Видите, у него какая-то задница случилась с камерой Она, ну, короче, почему-то вот так вот дребезжит, трясется И крайне ведет себя нестабильно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две плиты разбито осколочным снарядом А третью осколочным снарядом не пробило плиту То бишь, лом пробивает все три Кумулятив пробивает одну гарантированно Ого! Это часть снаряда Такая здоровенькая Стало быть, здесь его остатки где-то лежат Короче, третья плита не пробита И это кое-как научно доказывает Что за третьей плитой Вам спрятаться имеет резон Ну что ж, друзья Прежде чем я уеду на танки в закат Я хочу пожелать вам спокойной ночи А теперь я уезжаю на танки в закат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин